Здравствуйте! Вы смотрите программу «Калейдоскоп». Меня зовут Мария Лапчева. Сегодня у нас в гостях Елена Разговорова, главный специалист по ВИЧ-инфекции Люберецкой районной больницы номер 2. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы к нам пришли. Скажите, пожалуйста, какие сейчас масштабы СПИДа в России? Вообще какие тенденции есть? Ну, если говорить о ВИЧ-инфекции, потому что всё-таки грамотно говорить ВИЧ-инфекция, то, конечно, масштабы СПИДа огромные. В ВИЧ-инфекции считается, что количество ВИЧ-инфицированных к концу года будет в районе где-то 1,2 млн. человек. А если брать по расчётам Всемирной организации здравоохранения, то в районе 1,5 млн. человек. Если мы вернёмся, немножечко сузимся, да, и вернёмся к нашему Люберецкому району, то в настоящий момент в районе проживает более 1600 ВИЧ-инфицированных живых, кто не умерли от СПИДа. Ещё порядка 600 человек уже умерло. И если брать уже совсем короткую статистику за этот год, то в этом году у нас на территории района выявлено 183 человека вот на сегодняшний день. Но это, я так понимаю, вот именно выявлено. Ещё неизвестно, кто сам не знает, да, о своём заболевании? Ну, особенность ВИЧ-инфекции какая? На самом деле, когда у меня пациент приходит первый на приём, я говорю, ты знаешь, ведь есть минусы и есть плюсы. Минусы, конечно, что это заболевание хроническое, то есть человек болеет всю жизнь, что он всю жизнь вынужден принимать лекарства. Какие плюсы? Во-первых, если человек лечится, у него ВИЧ не прогрессирует, и, соответственно, не развивается СПИД, которого все боятся. И долгое время ВИЧ-инфекция течёт без каких-либо внешних клинических проявлений. Это же замечательно. То есть если пациент... Мы сравниваем ВИЧ-инфекцию с сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Но если при диабете и при астме человек вовремя не примет лекарства, да, то что будет? Либо диабетическая кома, либо приступ бронхиальной астмы. Здесь пациент длительное время находится на так называемой бессимптомной стадии, когда он прекрасно себя чувствует, и никаких внешних проявлений заболевания нет. Ну а как тогда узнать? Допустим, если человек ведёт такой нормальный, здоровый образ жизни, он тоже может быть подвержен риску заболевания СПИДом? Дело в том, что у нас вообще считается, и до сих пор считается, когда заболевание уже существует более 25 лет в России, да, до сих пор считается, что ВИЧ-инфекция, это... Стыдно, очень стыдно болеть ВИЧ-инфекцией, поскольку болеют ей только так называемые работницы коммерческого секса и потребители инъекционных наркотиков. На самом деле, в настоящее время 50% всех выявляемых случаев это люди, заразившиеся половым путём. Это лица, которые имели один-два половых партнёра за всю свою жизнь, и которые не подозревали и не предполагали для себя, что они могут заболеть. Поэтому эта информация актуальна для всех. А скажите, вообще сейчас люди, насколько информированы о своём ВИЧ-статусе, насколько они знают? Вот когда идёт этот долгий бессимптомный период, да, о котором я уже говорила, никак диагноз не поставишь, кроме того, чтобы сдать анализ на ВИЧ-инфекцию. И только сдав анализ, человек может узнать, что у него ВИЧ-инфекция. А что должно стать поводом, чтобы человек обычный, здоровый, который живёт счастливой, казалось бы, жизнью, вот чтобы он сел и сказал, пойду сдам анализ? Ничего. Дело в том, что Европа и Америка сейчас какую тактику используют? У них вообще направление лечения как профилактика. И одно из основных в нём – это то, чтобы максимальное количество людей знали о своём статусе. Как это можно сделать? Сдать анализ на ВИЧ. Когда сдать анализ на ВИЧ? При любом обращении к любому врачу, любой специальности за медицинской помощью. То есть неважно, инфекционист, терапевт, стоматолог, педиатр. Люди должны сдавать анализ на ВИЧ. То есть, допустим, человек пришёл к врачу, к любому, да, и говорит, я бы хотел сдать анализ. А может быть, некоторые боятся, что на них как-то вот не так посмотрят? Или, да, есть же такое? К сожалению, боятся, потому что менталитет у нас пока не поменялся. И ВИЧ-инфицированный, диагноз ВИЧ-инфекция, скажем так, для очень многих становится клеймом. И я, к сожалению, вот и на той неделе несколько случаев было у меня, когда пациенты рассказывали, что на работе, если на работе узнают о диагнозе, кого-то вынуждают с неё уйти. Это правда. К сожалению, это правда. Либо становится настолько некомфортно работать в этом коллективе, что человек сам уходит. Поэтому, к сожалению, пока вот этот психологический момент, он имеет место быть именно у нас, именно в России. А скажите, что-то делается для того, чтобы эта ситуация изменилась, чтобы люди стали по-другому относиться к ВИЧ-инфицированным? Может быть, в школах проводятся какие-то беседы? Да, конечно. Вот в прошлом году, вот как раз вот в этот промежуток времени, я 12 школ посетила. В этом году у нас пока запланировано 5 школ, плюс среднеучебные заведения и высшеучебные, которые находятся на территории Люберецкого района. Да, мы, конечно, ходим, и я, конечно, рассказываю, и второй доктор, который работает вместе со мной, инфекционист, тоже рассказывает. И обычно после моей лекции я спрашиваю, ну хорошо, вот пришли все сдавать анализы, вы сядете в одну очередь с ВИЧ-инфицированными. И несмотря на то, что я там полтора часа рассказываю о заболевании, большая часть аудитории говорит, нет, мы лучше придём сдавать в другой день. А сколько лет этим детям в среднем? Если это среднее учебное заведение, то это 15-17 лет. То есть вы уже со взрослыми людьми говорите, получается? Конечно, это серьёзный диагноз и серьёзные заболевания, о котором с детьми я не разговариваю. Разговариваю именно уже с подростками. А с родителями, допустим, или на предприятиях какие-то беседы проводятся? С родителями у нас есть выходы на общешкольные родительские собрания. Здесь у меня немножечко другая направленность. Мало того, что нужно рассказать про ВИЧ-инфекцию, мне надо рассказать о путях передачи ВИЧ-инфекции, в том числе и половой, как основной путь заражения. Но, к сожалению, сейчас у нас стал возвращаться опять путь заражения через употребление наркотиков, связанный с употреблением наркотиков. И какой возраст у людей, которыми вот этим путем заражаются? Это подростки, это более взрослое население? Если говорить о половом пути... Нет, о наркотиках. О наркотиках? Ну, это начиная лет с 15-ти у нас уже есть выявление, к сожалению. И вот только вот буквально неделю назад у нас был выявлен подросток, в общем, учащийся школы. А скажите вообще, пожалуйста, что такое вот СПИД, если по-простому вот так? Почему для некоторых людей это звучит как приговор? То есть это не лечится или вот от этого сразу умирают? Почему все вот... Это надо вернуться в самое начало эпидемии, особенно самое начало эпидемии в России, когда мы о ней только слышали, и было несколько человек, в основном приезжих, да, и в основном это были лица в Москве. И тогда мы в основном... Вот я тогда училась в школе, и на политинформациях нам рассказывали, и это было написано в газетах, в средствах массовой информации, «СПИД – чума 20 века». И лет 10 говорилась фраза «СПИД – чума 20 века». И если человек растёт, и с самого детства он слышит, что СПИД – это чума 20 века, конечно, это закладывается где-то на подкорке. Хотя вот в настоящий момент с 2004 года ВИЧ-инфекция не является смертельным заболеванием. А вот скажите, СПИД и ВИЧ – это одно и то же вообще корректно называть ВИЧ-инфекцию СПИДом? Нет, конечно, некорректно. Что такое СПИД, если расшифровать? Синдром приобретённого иммунодефицита. Этот термин появился в самом начале заболевания, когда они знали, что это такое. Когда вдруг в Америке молодые 20-22-летние люди стали умирать от серьёзных заболеваний, от онкологических заболеваний, от тяжёлых пневмоний, умирать буквально на глазах. И было понятно, что они умирают, как будто это пожилые люди от иммунодефицита, допустим, возрастного какого-то, либо когда этот иммунодефицит связан с онкологией, либо с тяжёлой химиотерапией, онкологией, то есть какой-то вот тяжёлый иммунодефицит. Но было непонятно, какой, однако, синдром приобретённого иммунодефицита. То есть этот человек был здоров, вдруг он заболевает и очень быстро умирает. Но настолько видна удобная эта аббревиатура, что даже когда в середине 80-х годов уже было понятно, что это вирусное инфекционное заболевание, был открыт вирус, всё как бы стало понятно, и даже через какое-то время стало применяться лечение ВИЧ-инфекции, очень удобно говорить СПИД. Это коротко, ясно, и все к этому привыкли. Поэтому в обиходе этот термин, он остался. Если это снижение иммунитета, то значит, он неустойчив к каким-то таким заболеваниям? Здесь нужно опять разграничивать, да, ВИЧ-инфицированный и больной СПИДом. Вот что такое ВИЧ-инфицированный? Человек заражается, вирус попадает в организм. И долгое время иммунная система этого человека справляется с вирусом. Никаких клинических проявлений нет. Внешне он выглядит здоровым, красивым, успешным. У него всё хорошо, и работа, и семья, и всё хорошо. Если в этот момент он за медицинской помощью не обращается и не лечится, то тогда через какое-то время, обычно достаточно длительный промежуток нет. Допустим, от 3 лет до 7, у некоторых даже 10 лет проходит. Иммунная система истощается, то есть вирус разрушает иммунные клетки. Их просто становится мало. И когда мало иммунных клеток, то тогда начинаются самого разного рода заболевания. И тогда, например, простуда на губах, герпес, лекарство от которого бесконечно рекламируется в средствах массовой информации, то у здорового человека это будет как простуда на губах, а у человека со спидом, то есть прогрессирующая ВИЧ-инфекция, будет по типу герпетического менинга энцефалита или генерализованной герпетической инфекции. Или даже взять такое серьёзное заболевание, как туберкулёз. Туберкулёз без ВИЧ-инфекции хорошо лечится. Он течёт достаточно понятно. Сразу можно поставить диагноз. Ну, достаточно. Человек обратился, он начал кашлять, обратился, сделали флюорографию, потом рентген, и пошёл в тубдиспациер, да, и начал лечиться. То есть здесь совершенно по-другому. Очень долго могут отсутствовать клинические проявления ВИЧ-инфекции. То есть человек болеет, а ещё об этом не знает. А раз он не знает, соответственно, он не лечится. И такие нетипичные, не так часто встречающиеся, допустим, проявления туберкулёза, как туберкулёзный менингит или туберкулёз внутри брюшных лимфоузлов. То есть в лёгких всё чисто, а брюшные лимфоузлы. И развивается тяжеленное кишечное непроходимость, от которой человек умирает. Елена, я правильно понимаю, что ВИЧ плавно переходит в СПИД? Без лечения. Но если ВИЧ лечить, значит, в СПИД он может никогда и не перейти? Он и не должен перейти в СПИД, конечно. То есть человек будет ВИЧ-инфицирован, но не больной СПИДом? Да, и здесь мы возвращаемся к тому, что с 2004 года, когда уже были опробованы все вот эти схемы, три терапии ВИЧ-инфекции, Всемирная организация здравоохранения перевела ВИЧ-инфекцию из смертельных в хронические. Потому что считается, что это такое же хроническое заболевание, как диабет и бронхиальная астма. Главная задача – лечиться. А как лечиться? Ну, если брать по лечению… Это сложно? Это несложно. Это нужно отходить под капельницы что-то? Это несложно. Это таблетки или капсулы, которые пьются. Вот стандартная базовая наша схема – это один раз в день на ночь. Очень удобно – четыре таблетки на ночь. У других, допустим, два раза в день идёт приём. То есть когда лекарства разрабатывались, у пациентов было до 40 таблеток в день. Чем дальше мы живём, чем наша фармнаука развивается, и у нас сейчас задача такая – эти лекарства уже есть, одна таблетка в день. Сейчас идут исследования, таблетка в неделю. То есть делается всё, чтобы пациенту было удобно. Это как-то подбирается в зависимости от каждого пациента отдельно? Ну, есть клинические рекомендации, по которым чётко прописано, с какой схемы лечения мы начинаем. И дальше, если, допустим, эта схема неэффективна, либо она даёт побочные эффекты, то, соответственно, назначаются другие схемы. А побочные эффекты какие? Человек себя хуже будет чувствовать? Вот тошнить его будет или как? В зависимости от лекарственных препаратов побочные эффекты разные. Но, как правило, адаптация к лечению в течение месяца-двух, она проходит, и человек начинает вести просто совершенно обычный образ жизни. И моя задача как врача, а его задача как пациента – не забыть принять таблетки вовремя. Спасибо, Елена. Мы прервёмся буквально на минутку и продолжим. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что вы смотрите программу «Колейдоскоп». Никуда не уходите, мы скоро продолжим. Сегодня у нас в гостях Елена Разговорова, главный специалист по ВИЧ-инфекции Люберецкой районной больницы номер 2. Да. Елена, давайте продолжим. Мы говорили о людях, которые заболели СПИДом, точнее ВИЧ-инфекцией, которые об этом узнали и продолжают лечиться. Ну, точнее, они лечатся, да? Вот скажите, у них есть какие-то ограничения в образе жизни? Им нельзя переутомляться или очень активно заниматься спортом, или переохлаждаться? Или они могут жить, как любой обычный человек, который здоров? Послушайте, мои пациенты мало того, что живут как обычные люди, они ещё и бегают московские марафоны вообще-то. То есть совершенно обычная нормальная жизнь. Вот здесь на самом деле несколько человек тоже за осень пришло и сказало, как хорошо, что я вовремя узнала. Потому что уровень ответственности за моё здоровье резко повысился. То есть люди начинают жить, ходить на фитнес, правильно питаться. Поскольку ценность жизни вырастает, они начинают ходить в театры, на концерты. То есть, да, никаких таких ограничений нет. А скажите, путешествие, например, вот в Африку, да, там я знаю какие-то вечные эпидемии, чума, там нужно делать кучу прививок. Вот таким людям желательно не ездить туда, чтобы не спровоцировать что-то? Или это нет каких-то таких ограничений? Нет. То есть человек неуязвим? Человек живёт, как обычный, здоровый человек. При условии, что он лечится, при условии, что он контролирует своё заболевание. Если он один раз или два раза за неделю пропустил приём таблеток, это опасно? Это опасно, потому что три пропуска, это уже доказано, что три пропуска не дни, а именно просто количество приёма, да, три раза пропущенные препараты ведут к тому, что начинается резкое размножение вируса. И до миллиарда новых копий, до миллиарда. И чем это страшно? Тем, что вот в этом новом как бы вирусе очень большое количество мутаций. Понятно, что такое. И это мутации устойчивости к лечению. И потом будет уже нечем лечить. Вот если человек регулярно пропускает, у него количество этих мутаций накапливается, и в какой-то момент лекарства перестают действовать. То есть люди должны сознательно к этому всё-таки подходить? Поэтому я и говорю, что те, кто лечится, пациенты, которые лечатся, у них, наоборот, повышается качество жизни, потому что они стараются правильно питаться, ходить на фитнес, хорошо проводить свои ухраны. Наверное, не злиться, не хмуриться. Не злиться, высыпаться. И у меня такое количество оптимистов среди моих пациентов. Потому что я же говорю, что основная масса пациентов – это совершенно нормальные люди. И среди ваших знакомых, и среди моих знакомых в жизни их очень много. Просто люди не афишируют своё заболевание по понятным причинам. Но у меня столько людей, которыми я искренне восхищаюсь. Потому что насколько интересной жизнью они живут. Ну, это одна категория людей, которая узнала и всё-таки адекватно отреагировала на диагноз. Есть другая категория, которая не лечится. Вич-диссидентная. Которая отказывается верить в это, да? Это проблема? Это очень большая проблема. И с чем она связана? Она связана с тем, что годами, вот длительное время не болит ничего. И, ну, это же естественно любому человеку. Ну, раз у меня ничего не болит. А доктор мне говорит, что я болен спидом. Вы что, доктор, какой спид? Вы посмотрите. Спид – это что-то такое, да? Это спид – это что-то страшное. А я-то прекрасно себя выгляжу. У меня всё хорошо. У меня прекрасная работа, семья. И таким образом... А потихонечку-потихонечку количество иммунных клеток падает. Сначала это просто как слабость, утомляемость. Потом вроде как периодически повышение температуры по вечерам. Ну, ладно, простыл. И вот это отрицание заболевания, которое вот, да, как раз у спид-диссидентства. Это что такое? Это отрицание заболевания? Приводит к тому, что люди ко мне уже попадают в очень тяжёлой стадии, в стадии спид. Когда нельзя уже помочь. А наши препараты начинают действовать. То есть что надо сделать нашим лекарствам? Им нужно уменьшить количество вирусов в крови. Желательно до неопределяемого, да? И вот чтобы они уменьшили это количество вируса, проходит месяц, два, иногда три. А человек приходит ко мне, ему осталось жить две недели. Это первая проблема. Вторая проблема, когда вот у меня есть пациенты, которые появились. Я начала работать в 2001 году. И тогда вот было прямо отрицание. Да вы что, доктор? Да я вообще, у меня всё хорошо. И появляются они, допустим, в 14-15, вторая явка. И здесь на фоне вот такого запущенного, да, запущенного состояния развиваются тяжёлые заболевания. Например, онкология, которую пациенты тоже начинают отрицать. То есть они уже нет, они уже ВИЧ-инфекцию лечат. Но теперь они нашли, что другое поотрицать. Обращаются ко всяким альтернативным методам лечения. Я просто это вижу всё, и я не могу, как доктор, пробиться через эту стену отрицания. Просто физически не могу. Потому что, ну опять же, так хочется верить в чудо. Но мы все хотим верить в чудо, да, и у нас какие-то иллюзии сохраняются. Вот, и в итоге наступает смерть, но уже от онкологии. Елена, скажите, сколько должно пройти времени? Вот человек ВИЧ-инфицированным стал до того, как он умрёт. Сколько может пройти? По-разному. Без лечения? Да. Вот человек, если отрицает, год, два, три. У кого-то это три года, у кого-то течение заболевания достаточно вот такое злокачественное, да, можно сказать. Кто-то, у кого особенно хороший образ жизни, там, фитнес, работа, хорошее питание, отдых. И 5, и 7, и 10 лет. Но 10 лет – это максимум. Просто потом, в течение месяца, начнётся всё, что можно. И мы просто, понимаешь, когда мы это видим у себя на приёме, это очень страшно, потому что ты понимаешь, куда идёт дело. И потом приходит, допустим, у меня такая ситуация бывает достаточно часто, когда пациент умирает. Вот, например, человек умер, он не появлялся 10 лет. Он умер, и у него туберкулёз нетипичной локализации. Такая локализация, которую не поставишь прижизненно, она на вскрытии. И приходит мама и говорит там, я желаю вам и вашим родственникам, чтобы вы все умерли так же тяжело, как мой сын. И ты понимаешь, что это не мама говорит, это вот её боль говорит. Это говорит её боль. Ей сейчас больно, потому что у неё на руках умирал единственный ребёнок. Но сделать ничего не можешь. Вот это от этого бессилия. И каждый раз, когда у меня появляется такой больной в запущенной стадии, я опять испытываю бессилие, я ничего не могу сделать. И я не могу до этих людей донести. Потому что в тот момент, когда всё хорошо, ну, самое простое – это отрицать. Мне кажется, это вообще в природе человека. Но скажите, а вот, допустим, взять такой случай, договориться с родными, да, и вот как-то его придать огласке, действительно показать людям, что... Нет, 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 нет. Даже если человек ушёл, нет. Родные не соглашаются. Нет, это делать нельзя, потому что, я считаю... Но чтобы помочь другим, я имею в виду, чтобы наглядно показать, что может быть, если ты будешь отрицать и не лечиться. К сожалению, ни на кого из нас чужие примеры не действуют. А, понятно. А это, в общем, разглашение тайны другого человека. Даже если этот человек уже умер, это неуважение к его памяти. Елена, скажите, а как можно заразиться СПИДом сейчас? Вот какие есть? Ну, все знают, что это половой путь, то есть это заниматься сексом без презерватива, и это наркомания, да? Наркомания, да, это инъекционное употребление наркотиков. А ведь иглы есть не только у наркоманов. Нам всем берут кровь где-то в больнице, да? Вот как там быть, допустим, нет возможности, да, там заразиться в больнице? То есть это исключено? Я могу быть абсолютно уверена, придя в больницу, что если мне делают... Конечно, мы же одноразовыми, мы работаем сейчас одноразовыми. Все больницы везде, да? Все больницы, да. То есть были внутрибольничные вспышки, это было правда, но это было уже, там, сколько, почти 20 лет назад. Тогда, когда еще делались и инъекции, и внутривенные, и внутримышечные, делались многоразовыми шприцами, да? И сейчас у нас практически все одноразовое. Если вы обращаетесь в стоматологию, то то, что не является одноразовым, оно, соответственно, стерилизуется. А скажите, можно ли заразиться СПИДом, вот все знают, да, половой акт незащищенный, а оральный секс относится? Конечно, конечно. Там, где есть контакт слизистая больного человека со слизистой здорового человека, всегда есть... Ну, он же передается, получается, по крови как-то, нет? Там, где есть микротравмы, там, где есть все равно. То есть при поцелуе, получается? Нет, при поцелуе нет. Вы сейчас спрашиваете оральный секс. Да, я спрашивала про оральный. При поцелуе такое... При поцелуе нет. При поцелуе их не передается. Понятно. А скажите, есть какая-то статистика по заражениям, вот по округу, например? Вот люди, статистика, имею в виду, по способам, да, заражения. Ведь люди не знают порой, как они заразились? Или всегда человек знает и предполагает? Ну, вот когда приходит пациент, мы собираем так называемые эпид-анамнезы, эпидемиологические анамнезы. То есть контакты сюда входят. Половые, инъекционные, ну, там, обращение за медицинской помощью тоже всегда собираем. Вот. И дальше уже делаем анализ. То есть если это наркотики, то, ну, да. То есть получается в настоящий момент где-то 50 на 50. 50 процентов вновь выявленных случаях это половые пути заражения. Елена, скажите, если женщина, да, живёт с одним мужчиной какое-то время определённое, даже долго, там, 15 лет, может быть, 20 лет, потом она узнаёт, что вдруг у неё ВИЧ. Это значит, что он ей изменял? Или это значит, что он тоже мог не знать такое длительное время о своём заболевании? Всё-таки как вот людям на это реагировать? Они ищут причину заболевания где? Ведь, получается, это могут быть... Ну, как правило, люди ищут причину заболевания нигде, а задают другой вопрос. За что мне это, да? Почему? Вообще-то, в принципе-то, да? Значит, если мы берём отношения мужчины и женщины, которые живут длительное время, то здесь несколько вариантов. Это кто-то из партнёров мог не знать, потому что длительное время человек никак не... Он даже не догадывается. Допустим, он заразился когда-то в институте, и это был однократный или в университете однократный половой контакт. Он даже не помнит, там, свою партнёршу или своего партнёра. Дальше он женится или выходит замуж, да, если это женщины, они живут нормальной жизнью. Обычной, совершенно ничем не отличающейся, но у них нет в семье детей. То есть, опять же, нет повода обследоваться на ВИЧ. Да? Потом, через какое-то время, 10 лет или сколько-то, да, кто-то заболевает уже каким-то непонятным заболеванием, обращается с определёнными жалобами, лихорадка, похудение, там, может быть, воспаление лёгких, может не быть. Но вот начинают раскручивать, обследовать, обследуют на ВИЧ, и выявляется ВИЧ-инфекция. Обследуют партнёра, и у партнёра выявляется ВИЧ-инфекция. То есть вот в этой ситуации зачем задавать вопрос вообще, кто, как и почему, и что там было в прошлом, это бесполезно. Мне кажется, здесь актуальнее другой вопрос. Если два свободных человека, об ответственности самого человека. Ну да. Потому что, чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией, нужно приложить собственные усилия. Это ответственность самого человека за своё здоровье. И вот если два человека, да, мужчина и женщина, встретились между собой, через год они расстаются, находят новых партнёров. Дальше те партнёры расстаются с ними. За 5 лет сколько будет? Понятно. Сколько будет партнёров? Елен, скажите, как можно узнать свой ВИЧ-статус? Куда обращаться? Вот у нас осталась буквально минута. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, куда обращаться? Анализ на ВИЧ можно сдать вообще в любом лечебном учреждении у нас. И для граждан Российской Федерации, независимо, где они прописаны или зарегистрированы, в любом учреждении они имеют право сдать анализ на ВИЧ. Если хочется получить консультацию, то есть специалиста, тогда это поликлиника у Вечного огня, как она раньше называлась. Сейчас центральное поликлиническое отделение обратится либо ко мне, врач-инфекционист, разговора Валентина Викторовна, либо к Льву Павловичу, это наш второй доктор, тоже врач-инфекционист. Здесь будет получена консультация. Если был риск заражения, то мы будем проговаривать уже конкретно по этому риску, будем обследоваться и дальше решать проблемы по мере их возникновения. Человек может быть уверен в том, что это будет конфиденциально? Только конфиденциально. Эта информация никуда не передаётся. Из кабинета по работе с ВИЧ-инфицированными информация выходит во внешний мир только по запросу следственных органов или прокуратуры. Всё. Больше никуда. Это была программа «Калейдоскоп». Меня зовут Мария Лапчева. У нас в гостях была Елена Разговорова, главный специалист по ВИЧ-инфекции Люберецкой районной больницы номер 2. Всего доброго. Смотрите нас в эфире. Люберецкой районной больницы номером 2. Большой опыт. Люберецкой районная больницы номер 2. Всего доброго. Здравствуйте. Продолжение следует...